друзья всем привет меня зовут евгений каташов компания в тем брокерс 3 января 19 год четверг ежедневный обзор рынка forex с точки зрения зон маржинального обеспечения и с точки зрения объемов сегодня без камеры извиняюсь заранее за шумы и которые могут быть на заднем фоне нахожусь дома вообще не хотел ничего записывать но так как произошли вот такие движения очень много вопросов личку поступило что же делать как же быть давайте постараемся объяснить и так ребят меня абсолютно не интересует суть этого движения было и было а самое главное что мы с вами должны понять это то что именно вот такие резкие движения они возможны зачастую именно на пустом рынке то есть то о чем мы предупреждали последние две недели то о чем говорил конкретно вчера что ждать можно всего что угодно могут быть как очень очень узкие флеты так и какие-то вот такие резкие движения они обоснованы обоснования как бы чуть позже поступило скорее всего все это дело связано с тем что apple понизили там прогнозы по выручке все это на на 19 год на пустом рынке произошло при привело это к резким скачкам и очень многие да вот то о чем я хотел бы поговорить первые пять минут как бы обзоры начинают говорить о том что что такое почему на одном брокере одни котировки на другом брокере другие котировки кому верить как с этим быть что же делать ребят ничего не делать никто вам никакие свечи не подрисовывать никто вам никакие стопы ваши не собирает как у нас это все дело происходит вы должны понимать давайте коротко постараюсь здесь нарисовать а мы после этого дела обсудим а так есть у нас брокеры дилинги как угодно все это дело называете вот их есть достаточно большое количество ранее практически каждый брокер каждый дилер заключал договор с определенным банком вот был банк один банк 2 банк 3 на поставку тех или иных котировок то есть допустим у евро с европейским банком по фунту там с британским банком по австралии по австралийскому доллару с австралийским банком и так далее далее все это удовольствие выглядело следующим образом у второго брокера мог быть этот поставщик ликвидности по евро и совсем другой поставщик ликвидности например по фунту об извиняюсь и точно также мог быть третий поставщик ликвидности там по извиняюсь что за почему не рисуется то есть любой другой поставщик ликвидности мог быть сейчас в принципе немножко проще обстоят дела давайте я постараюсь вам нарисовать как сейчас обстоят дела значит первое у нас есть точно также достаточно большое количество брокеров или дилеров но более того у каждого брокера есть даже разные типы счетов и и вот давайте возьмем в качестве примера абсолютно любого брокера вот он есть и у него есть счет типа и сн счет типа допустим там и классик какой-то счет про и так далее для каждого из этих типов счетов сейчас у нас имеются разные поставщики ликвидности более того если мы говорили о том что раньше все это дело происходило именно через банки сейчас происходит просто есть банки вот их большое 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 достаточно количество и есть вот такие вот крупные агрегаторы ликвидности которые собирают данные с разных банков к себе и пытаются потом найти клиентов кому нужны эти котировки и выдают им наилучшую котировку в том или ином случае и реально разные брокеры и даже разные типы счетов могут быть подключены к разным агрегатором ликвидности допустим тип если он может быть подключен сюда какой-нибудь classic там подключен сюда а внутренний счет брокера который абсолютно официально ли дилинга да где именно дилинговый центр является поставщиком ликвидности вообще никуда не подключен то есть торговля происходит внутри брокер поэтому если вы видите что даже одна какая-то n компания дает тип счета один такой-то тип счета другой такой-то и абсолютно разные котировки вот по австралийцам сейчас где-то там 068 где-то 0 там 7 ты она глаз то есть там на 200 пунктов даже отличаются котировки ребят это абсолютно нормально это связано повторяясь именно с тем что разные поставщики ликвидности и вот допустим компания в тем брокер за то есть вы должны понимать что это брокер который имеет лицензию беларуси очень сложно получить там лицензию очень там все это дело то есть даже многие отечественные российские компании там пытались выйти на этот рынок им там просто была запрещена торговля потому что там действительно все серьезно и вот какая вот бешеная шпиля по австралийцу например нарисовалась понятно этой шпили все это было во вне биржевое время абсолютно на пустом рынке вы поймите что даже если бы это было во время того когда биржа открыта никаких таких шпилек бы не было а если бы это было вообще во вне праздничное время и apple бы сказали о том что вот у них там на несколько там на 8 10 процентов по моему понижается вероятная дохода которые они хотели бы получить девятнадцатом году то вообще может быть 10 20 пунктов цена бы проскакала по тем или иным парам поэтому я говорю ребят либо сейчас вообще не торгуем либо торгуем предельно осторожно на счету держим денег столько сколько вы готовы потратить в одну сделку вам не трудно будет завести один процент от депозит от вашего на счет открыть сделку на всю котлету но отступила отступила а многих ведь вот здесь прокатило по тому же самому астралийцу какие-то покупки кто здесь осуществлял они были закрыты не важно где у вас стоял стоп и стопы не помогут в такой ситуации я это проходил по себе это зная именно с этим связано вообще торговля по зонам маржинального обеспечения понимание что стопы не помогает понимание того что проскальзывание могут быть понимание того что разных брокеров разные котировки понимание того что разные поставщики ликвидности именно это все привело меня к системе торговли по зонам маржинального обеспечения но чтобы сегодня хотелось обратить внимание давайте коротко фунта не хочется торговать почему да потому что вообще закрытие ниже зоны 1 2 не было но мы обновили и эти минимумы и мы протестировали недельную контрольную зону до идеи у нас здесь были на покупку до идея на покупку у нас было вот тут со стопом вот таким если мы это дело получили все красиво все замечательно короткий стоп здесь ничего не было по точкам входа но затем исключением что кто-то опять же по точному вливанию мог войти но это опять же короткий стоп могли получить проблем никаких нету с этим но сейчас из-за спорной ситуации с тем что же у нас связано где у нас было закрытие не было ли этого закрытия не хочу никаких рекомендаций по фунту давай также не хочется давать никаких рекомендаций по австралийцу потому что по разным брокерам действительно очень сильно разнятся те котировки которые у нас нарисовались сравнивать с биржевыми котировками не имеет никакого смысла потому что на бирже этих свечек вообще не было все это дело во вне биржевое время поэтому и советник сейчас который у нас рисует зоны по форекс котировкам конечно же он немного в голове у него все поломалось мы ему скажем покажем от какого экстрема рисовать но уже на завтра я так понимаю что тут вообще нечего лезть сейчас устралийца по остальным инструмента в принципе можно давать какие-то прогнозы поэтому давайте по еврику попробуем аккуратненько дать у нас тенденция поменялась вчерашние первые цели мы взяли на обновление минимумов это хорошо вторую часть перевели без убыток да до цели не дошли без убыток выбило на зоне 1 2 абсолютно ничего не было сейчас среднесрочный импульс низ на откате нужно работать на продажу то что мы замечательно даже на таком резком падении отбились от недельной контрольной зоны принципе говорит нам о том что зоны это все-таки силища это раз второй момент говорит о том что все-таки вот здесь были достаточно интересные покупатели которые зашли на пробитие видать вот этих максимумов это любители поработать buy-stop то есть в тех местах где другие входят позицию мы чаще всего закрываем свои позиции правильно у нас здесь было закрытие покупок но сейчас эти покупатели бодаются за себя поэтому учитывая отбой от недельной контрольной зоны все-таки работаем ограниченным объемом потихонечку на продажу при наличии паттерна в том месте где мы сейчас находимся выше подниматься не хочется почему-то потому что и у всего этого падения объемчики мы видим где они находятся торчим в объемах поэтому такое достаточно скользкий прогноз ребят если мы здесь сейчас с вами найдем паттерн либо какое-то подобие паттерна на объемах на зоне 1 4 то давайте попытаемся поработать на продажу нам нужно дождаться импульсного пробития 1.13549 затем на ретесте вход на продажу следующий инструмент где можно поразмышлять можно подумать это новозеландец ничего критичного не произошло до падения было объемы давайте глянем если что-то интересно но принципе объемчики у нас на 1 2 такие интересные сосредоточены поэтому мы можем подразумевать о том что мы сходим до 1 2 здесь у нас скопление идет ну во первых сама зона 1 2 плюс скопление объемов поэтому сам хороший такой рекомендации будет поработать на обновление минимумов 6584 и на тест недельной контрольной зоны серого света 6549 четвертиночку мы сейчас на ней пляшем принципе можно и отсюда попытаться поработать на продажу но я думаю какой-нибудь вот такое поджатие выйдем вниз на откате опять уходим вниз можно и так поработать но наиболее объективным будет продажи именно вот зона 1 2 желательно наличие паттерна ну и чтобы уровень депок у нас перекатился именно наверх следующий инструмент иена все по прогнозу все по плану пошло да то есть у нас евро и фунт пошли против вчерашних прогнозов австрал четко по прогнозу да хотя там очень много комментариев было о том что мы его продавать там какие-то месячные поглощения смотрят свечей доход 10 месячные поглощение какая разница абсолютно ничего не зависит то что происходит здесь сейчас вообще у нас сейчас новый контракт идет декабре чё смотреть на все то что был это у нас в ноябре в октябре или еще когда там вообще никакого отношения к рынку не имеет вот этого всего мы даже смотреть не будем она не имеет никакого отношения к рынку тем не менее австрал строго по прогнозу новозеландец строго по прогнозу иена строго по прогнозу и те кто фрешевские прогнозы смотрим там даже точку входа я подал пару часов назад рыба работаем на обновление локальных минимум 106 437 советнику к сожалению мы здесь не задали чтобы нарисовал более двух зон в одну сторону поэтому ребят но те кто вручную могут зоны построить построить новую версию сегодня при мне показал программист сергей там он хоть штук 10 зон в одну сторону нам строит там проблем уже не будет абсолютно работаем пока от четвертиночки от половиночки мы сейчас пляшем как раз таки в этом диапазоне пока основная идея все равно у нас связано на продажу канадец наоборот среднесрочные покупки но тут очень интересный момент вспоминаю вчерашний прогноз вот эти минимум обновили плюс тут у нас закреп получился по моему за четвертинка сегодня в большей степени все это дело все равно связано у нас среднесрочно с покупками но смотрите сверху жестко держат и даже на пустом рынке мы увидели вчера точное вливание очень очень аккуратные покупки швейцарица до сломал паттерн который был здесь но тем не менее зону одну-вторую удержали как бы это странно и страшно не звучало но км-то только вот да кто понимает что такое км правильный км у нас только вот поэтому если мы работаем сейчас на продажу то мы работать должны не через паттерн а любыми другими способами пытаться найти точку входа и уровень депо почему бы нам в этом не помог но нужно дождаться того чтобы он перетек наверх пока среднесрочно вниз на точки входа в настоящий момент я не вижу то есть если входить прям с текущих то достаточно далекий стоп нет соотношения даже один к полутора до первых целей поэтому нужно найти куда привязать стоп нужно найти какое-то подтверждение с точки зрения объемов либо точное вливание либо перетекания и уже пытаться работать на продажу по данному инструменту золото все по плану тест четвертинки точное вливание и пошли наверх сейчас новые четвертинки у нас должны быть давайте обозначим эти котировки 1281 75 четвертинка 1273 55 это половинка целями внутри дня является обновление локальных максимум 1290 60 и среднесрочная цель остается все та же которой мы уже несколько дней работаем в общем основные идеи вот такие в случае закрепа за четвертинкой возможно внутри дневной импульс низ случае закрепа за половинкой возможен среднесрочный тренд вниз поэтому пока этого нету работаем только на покупку к нашим целям и нефть страшно вчера было до боялся я того что вот здесь мы уйдем на обновление этих минимумов тем не менее тут как раз таки по прогнозам которые мы смотрим на ftm замечательные точные вливания и несколько человек не скажу что много принципе воспользовались этой идеей по точным вливанием зашли сделку на покупки и точечные же вливания показали нам идеальное место где выходить из этих покупок но у нас все это дело прописано уже изначально в торговой стратегии где показано что мы выходим на обновление локальных максимумов кто это дело сделал поздравляю первые теки получили вторую часть сделки переводим без убыток сейчас мы находимся вновь на половинке здесь если опять появится у нас новые точные вливания давайте постараемся данный инструмент купить целями является обновление локальных максимумов вчерашнего дня 4790 и вторая цель это недельная зона золотого света 4863 отсюда покупаем и в принципе пытаемся заработать что будет дальше будет видно дальше напоминаю рынок все такой же пустой ничего глобального здесь не происходит ребят либо вообще не работаем как это делая я не скрывая абсолютно не потерял заседая и заработал возможно на австралии бы я поймал бы какое-то движение на новозеландцы да я не заработал на этом но я не потерял и абсолютно не боюсь того что будет происходить не сегодня не завтра меня это не волнует появятся объемы появится более менее объективное чтение того рынка который происходит и мы с вами сможем нормально на спокойном рынке без всяких резких импульсов поработать и заработать на сегодня все всем желаю поменьше стопов побольше профитов всем пока пока